Индексы являются одним из наиболее важных механизмов работы с реализационными базами данных. Собственно, они позволяют не сканировать целиком всю таблицу, а создавать ключи, которые в дальнейшем будут использованы при построении плана запроса и непосредственно при выполнении этого запроса. Для того, чтобы разобраться с тем, как индексы позволяют ускорить запрос, разберемся с тем, как хранятся данные в базе. Понятно, что для того, чтобы не сканировать большой список значений, нам сперва следует его упорядочить. И в упорядоченном списке бинарным поиском мы намного быстрее сможем найти конкретные значения. При этом, так как наш список постоянно меняется, у нас добавляются и убавляются кортежи, нам необходимо поддерживать этот список в упорядоченном виде. И для этого нам необходимо использовать дерево. То есть некоторую структуру, которая позволяет достаточно легко добавить новый элемент и при этом сохранить наш список упорядоченным. Эти списки представлены в виде деревьев и есть индексы, которые позволяют существенно ускорить выполнение запросов на больших данных, не сканируя таблицы целиком. При этом есть два класса индексов. Кластерные индексы связаны с первичным ключом. И кластерный индекс может быть только один у каждой таблицы. И этот кластерный индекс определяет, как именно данные будут храниться непосредственно в файловой системе. Он строит упорядоченное дерево, а на листья этого дерева записывает непосредственно сами данные. Таким образом, мы можем получить очень быстрый доступ к данным, имея данный упорядоченный индекс, который, собственно, и является первичным ключом. Но не всегда нам подходит обращаться исключительно по первичному ключу к данным. Нередко нам нужно обращаться и по каким-то другим атрибутам. И для этого нам нужны не кластерные индексы, которые не определяют, как именно будут храниться данные, а выстраивают некоторые структуры рядом с данными, при этом ссылаясь на конкретные какие-то картежи. Не кластерные индексы работают чуть медленнее, чем первичный ключ, поскольку фактически нам нужно выполнить две операции для того, чтобы получить данные. Сначала нам нужно найти в нашей структуре ссылку на нужный картеж, а потом по этой ссылке получить сами данные в кластерном индексе. Однако это все равно намного быстрее, чем сканировать все картежи в поисках каких-то конкретных значений. В отношении можно добавить много не кластерных индексов, не только на каждый из атрибутов, но и на различные комбинации этих атрибутов. Но при этом, естественно, при изменении данных нам необходимо будет учитывать, что в этих структурах также должны быть сделаны некоторые изменения. И, соответственно, любое изменение будет чуть медленнее, чем в случае отсутствия этих структур. Продолжение следует...